Друзья, всем привет из Калифорнии! Не буду перечислять кому, потому что мне сказали, а можно без перечислений? Да, конечно, можно! Так, слушайте, вместо того, чтобы делать интересные познавательные видео, приходится делать вот такие. Где вас найти? Что дальше делать? Не открывается YouTube, не могу смотреть. Так, давайте я вам расскажу, что, как и почему. Так, во-первых, я жду конца августа, потому что мы поедем в Аризону с мужем, и у меня там будет время вот это вот все изучить, понять, что мне надо делать, разобраться с этими онлайн-площадками. Видите, раз настаиваются такие условия, что нам приходится осваивать что-то новое, делать подстраховку, ну, чтобы не потеряться, потому что я прекрасно понимаю, кто меня там смотрели. Вы столько лет, спасибо вам большое, огромное! Конечно, не хочется терять источники информации, ну, просто даже отдохнуть, посмотреть, я и так же сама всем этим пользуюсь и наслаждаюсь, смотрю каких-то блогеров. Чуть что, сразу ведь в YouTube лезешь, какую-то информацию, если надо. Вот, и поэтому я попробовала на YouTube, я вам говорила, это вообще, у меня ничего не загружается туда, я не могу разобраться, я не могу понять, что там делать надо. Вообще, для меня это такая сложная площадка оказалась, удивительно. На YouTube я первое видео, когда загружала, я раз нажала кнопочку, и все, у меня загрузилось. Потом мне написали, что нужно переходить на Яндекс.Дзен. Вот я попробую туда перейти, но я туда перенесу только магазин, канал с вещами, потому что вот такие видео, которые я выкладываю на YouTube, вы знаете, это невозможно развивать два-три канала вот таких, это очень сложно, это нужно нанимать уже команду, чтобы она занималась, переносила туда это все, заливала. У меня еще проблема с телефоном, я вроде докупаю эти памяти, а видео много, хранится много еще снятых, и мне всегда не хватает памяти, поэтому я когда делаю видео, загружаю на YouTube, я его сразу же удаляю. А на другую площадку вот загрузить, если на YouTube, я не могу загрузить, оно у меня в телефоне болтается, вот пять штук тогда у меня болталось, я их оставила. Не могу ничего сделать, они у меня занимают память, я не могу на YouTube, понимаете, делать, потому что у меня еще много видео по вещам. И вот такой вот замкнутый круг, и поэтому там, естественно, надо будет и комментарии смотреть, и вовремя загружать, но это все работа. И там, конечно, я уже не наберу никогда такое количество подписчиков и просмотров. Я знаю, что туда не перейдет столько людей, и просмотры уменьшатся, и получается, по сути, это я буду бесплатно работать, просто тратить время, когда я могу потратить на что-то другое. Вот, подключите VPN. Слушайте, ну у меня все смотрят. В России подключили VPN, я видела, там подписчица писала всем, что она раздает с телефона свой трафик. Как бы люди выкручиваются, этот VPN не работает, значит, другой будет работать. Так же, как вот я приезжала, и нельзя грамм-то. Он ведь так же не работал у меня в России. Ну вот мне сестра давала там какой-то бесплатный VPN. Я подключилась и стала работать. Ну я просто им не пользовалась уже. А так, все равно какие-то есть знакомые, которые вам могут подсказать более молодые. Ну, в общем, знаете, человек всегда найдет выход. И, конечно, я на этот канал потратила 11 лет. И это же все постепенно нарастает. Подписчики просмотры растут. И это все как бы, ну, труд, труд, время. И, конечно, я поняла, что у меня просто физически не хватит сил еще делать такой же канал. Телеграмме. И телеграмм, у меня там тоже только магазин. Загружать такие видео. Ну, как-то, не знаю, мне там ни формат, ни нравится. Ну, что, ну, загружать и загружать. Опять время это надо. Ждать, когда они загрузятся. Ну, не знаю. Как-то видите еще, какая проблема. Нужно, чтобы у тебя легла душа к тому, что ты делаешь. Вот я захожу на другие площадки. И я раз, два, попробую три. У меня не идет. И все. И, как это говорят, энергии нету делать что-то другое. А раз нету энергии на это, тебя это будет очень тяготить. И вот так вот у меня и с телеграммом. Ну, я тоже там буду загружать вещи, которые есть размерный ряд видео. Потому что я загрузила. Можете заказывать. И я могу пойти купить. Потому что этих вещей, пока их не снимут там с сезона. Или какое-то время продолжительное. Я их могу покупать и покупать. Поэтому я там выложила один раз. И вот заказывать я буду выкупать. Одиночные вещи. Это, конечно, мне тоже надо нанимать человека, чтобы он это выставлял все. Подписывал, загружал. А человеку-то ведь платить надо. Понимаете? Тому заплатил, другому заплатил. И все. И ты в долги влазишь. Потому что у меня нету таких доходов платить сотрудникам. Это деньги немалые получаются. Никто не будет за две копейки работать. Это приличные деньги. А у меня таких доходов нету. И поэтому я вот пока остаюсь так, как есть. Потом. Я... Вы знаете, куда еще сейчас перейду, я вам скажу? Тик-Ток работает в России или нет? Вот я тут начала развивать Тик-Ток. И я поняла, что у меня вот эта сеть зашла мне. Понимаете? Она мне в душе. Мне как-то там легко все делать. Мне хочется делать. И я его открыла. Я еще пока никому не говорила. И я начала смотреть, как у меня там растет аудитория. И вообще, вот эти видео будут интересны или нет. Я хочу прям проследить этот процесс. Потому что это как... Потому что за этим очень интересно наблюдать. С нуля начинать. И смотреть. Будет это пользоваться спросом? Нет? Интересен? Интересен ли ты людям? И вот Тик-Ток у меня прямо, вы знаете, зашел. Вот по-другому я не скажу. И там очень удобно для меня. Я жду комментариев. Там уже начали просмотры. У меня немножко увеличивается количество подписчиков. Везде нужно терпеть. Вот. А для того, чтобы держаться на плаву в соцсетях, тебе это должно быть интересно. Потому что если тебе не интересно, и тебя это не увлекает, вы продержитесь, ну, месяц максимум. Вот. И в Тик-Токе очень удобно. Там вы задаете вопросы мне. Ой, слушайте, телефон перегревается. Невозможно снимать. Вырубается. Не помню, на чем остановилась. По-моему, что на Тик-Токе там очень удобно. Мне подписчики задают вопрос. Я нажимаю на этот вопрос. Он выходит на экран. И я делаю видеоответ. И там до 10 минут можно это делать. И поэтому переходите на Тик-Ток. Мне прям очень понравилось. И я его где-то неделю веду. И у меня не было вот такого ощущения, что все, неохота мне туда выкладывать. Что-то мне это не нравится. Нет. Мне зашло это. Вот. И поэтому можете оставлять вопросы. И я буду на них там отвечать вам. Вот. И получается, на данный момент, вот, есть YouTube. Кто может, тот смотрит. Видите, для нас там вообще не имеет значения. Россия не будут смотреть или не будут. Потому что оплата уже давно не идет. Даже если будет меньше просмотров, оплата будет та же самая. Потому что люди, которые смотрели из-за рубежа, там, из каких-то союзных республик, они также будут смотреть. Оплата идет только за них. Потом. Я сделаю канал Яндекс Дзен. Смотрю там, как загружается. Вообще, какая обстановка. Там нужно все разведать. Также будет Ольга Брендовна из США название. Так что всегда можете это набирать. И я там всплыву. И вот я зашла на TikTok. И я буду на TikTok. Это точно. Поэтому переходите. Я все ссылки оставлю под видео. Переходите туда. Будем с вами там общаться. Вместо вот этих групп. Я эти группы тоже не люблю. Когда в Телеграме, там, вот это, знаете, огромная цепочка идет сообщений. И ты утром просыпаешься. И у тебя там куча всего. И ты должен это все перевопатить. Вверх лезть, искать. Какие-то ответы. Я вообще не могу в таких группах находиться. У меня хаотичность в голове начинается. Мне вот нужно, чтобы было ясно и понятно. Вот пришел комментарий. Я на него ответила. Вы зашли, все увидели. Не надо его там рыть, где-то искать. Ой, а кто же это написал? Вот ему ответили. И эта цепочка вырастает такая за ночь, что там не найти ни... Начало, ни конца. И поэтому мне кажется, что это очень удобный формат. И поэтому вот, еще раз повторю, для себя даже. Яндекс Дзен буду делать в конце августа. Сообщу вам. И на ТикТок можете сейчас подписываться. Там будем с вами общаться. Я выкладываю видео маленькие. Я думаю, что это будет интересно. Мне даже интересно вообще, как развивается ТикТок. Никогда я этим не занималась. И это у меня интерес появился. Вот, в общем-то, пока все по этому вопросу. Больше добавить нечего, но периодически будем делать эти видео. Потому что, видите, тут утки сворот перекрывают, тут там. И вот у нас наша жизнь игра. Ищем выходы, лазейки, чтобы не потеряться. Чтобы как-то информацию давать. И, конечно, я привыкла. У меня сосуд переполняется. Мне хочется что-то рассказать, показать. Я уже без этого жить не могу, без соцсетей. Моя жизнь станет скучной и пресной. И поэтому я тоже ищу всякие вот эти выходы, ходы. Как проникнуть к вам. Как не потерять тоже с вами связь. Видите, раз нас так вынуждает все это. Мозги включать. В общем, тут она постоянно строит препятствия. А мы вот пытаемся их преодолеть. Так что, ну все. Всем пока. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Не теряемся, не теряемся. Подписывайтесь на ТикТок. Я там на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...